Заносится в протокол. Заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим заявление. Понимаете? Ну. То есть, мы все равно должны будем ставить его на бумаге. Ну, я об этом вам и говорю, давайте составим протокол на бумаге, принятие устного заявления. Вам надо будет его подписать и оставить свои данные там. Не вопрос. А в чем проблема? Нет, я вам разъясняю, просто вы так преподносите информацию, что вы ничего подписывать не будете, объяснение давать не будет. Подождите, когда я такого говорю? Ну, мне показалось, подводите нас к ТМС. Вам показалось? Ну да. Вам показалось. Спасибо, что разъяснили теперь. Все, вопросов нет. Сейчас у вас электрополномоченный примется заявление. Вам тоже показалось? Забрал мой телефон и швырнул его. Не трогай телефон, я тебе запрещаю. Немного изменилось. Их показания более лояльными они стали. ТЕЛЕФОННЫЙ ПРОЛЕТЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ ПРОЛЕТЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ ПРОЛЕТЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ ПРОЛЕТЕЛ Насилие. Он очень злой был. Владеет тайским боксом. То есть я опасался, что он даже нападет на меня. Расценил как реальную угрозу жизни и здоровья. Я вас предупредил об уголовной ответственности. Да, да. Виновник скрылся с места происшествия. А он имеет на это право? Нет. Ну вот. Я не выгоражу никого. Мы не регистрируем это. Мы переводим на полицию. К вам поехали со второго дела группа. Больше часа прошло, никого нет. Примите жалобы, пожалуйста. Мы его оформить-то оформим. Просто у нас нет возможности его сейчас. Вы не защищаете общественный порядок? Мы нет. Следственное, оперативное. Вместе мы группа. Всё, отлично. Довезете? Давайте доедем. Вы в отдел, вы же сказали, вы заняты. Я усматриваю множество противоречий в ваших словах и действиях. Нет, правда. Как оказалось, бланка протокола нету. Есть просто какое-то заявление не установленного образца. Это яйко-тяк. Ну смотрите, по территориальности это находится здесь. Ладно, оставьте жалобу за нас. Независимо-объективно. Вот такие дела. Всем привет. 22 февраля 2023 года, примерно в 15.38, неустановленное лицо, некий гражданин К, который действует под псевдонимом «Неупокоив Евгений Николаевич», ни с того ни с сего, со словами «Да не снимай ты меня», подошёл ко мне и правой рукой силой выхватил из селфи-палки мой телефон и с заносом за голову высоко поднял и целясь в пол перед собой, предполагая, что с целью разбить телефона пол, примерно в двух метрах от себя оцелился, с сильного размаха кинул телефона пол. Звук был такой, что я подумал, что телефон просто в дребезги на несколько частей разлетелся. Далее он сказал «Изжалуйся куда хочешь». По факту от телефона отлетел внешний микрофон и микрофон остался на месте удара о пол. А сам телефон улетел дальше по коридору на расстоянии в 30 метров. Я потом посчитал это всё шагами. То есть он пролетел сквозь весь коридор здания, где стояло несколько человек. Точно не знаю, сколько человек, ну по камерам наверное будет видно, там где-то 4 или 5 человек. В том числе несколько женщин, в том числе обвиняемая Матвичук Ольга. Кто-то из женщин сказал «Ничего себе, меня чуть телефоном тут не убили». И другая, либо эта же женщина сказала «Еле успела ногу убрать». В действия гражданина Кау усматриваются признаки составов множества преступлений и правонарушений. Была вызвана оперативная следственная группа, которая ехала 2 часа 23 минуты. Бланка 2 протокола принятия заявления о преступлении у них не оказалось. Место происшествия они не осматривали, видео с камер наблюдения не изъяли, свидетелей не опросили, схему не составили, вообще ничего не сделали. Далее мы проехали в отдел полиции номер 2, так как у них не было бланка. И в отделе полиции номер 2, в соответствии с частью 3 статьи 141 УПК РФ, был составлен протокол принятия устного заявления о преступлении. Был выдан талон уведомления с подписью, печатью и номером КУСП. По закону должна быть проведена уголовная процессуальная проверка в рамках статей 144-145 УПК РФ. В самом отделе полиции тоже были приключения, но там все завершилось успешно. То есть вот 10 причин, это вот в конце видео я озвучу, что там было. Смотрим. Вот, итак, рассуд, что-то мне не странно складывать, рассмотрение этого дела на 22 автомата 2023 года на 14.30 минут, на сегодняшний день на заседание появляется. Спасибо. До свидания. Благодарствую. Хорошо, что. А для меня не было. А. Хорошо, что я буду. Сколько всего свидетельствует? 56. 56 – это в общем, да? И в целом. Ну, в смысле, не только с одной стороны. А, нет, нет, так больше. Так больше. Это минимум могут еще вызвать. В смысле, это только с вашей стороны. По списку 56. Это не с вашей стороны обвинения. С вашей есть кто-то? Будут? Ну, то есть это больше будет. Да, я говорю, по списку 56. А в дальнейшем, вот он, может быть, сторона Беденечка кого-то пригласит. Какая-то черток, это блоганство. А кто-то от семьи Раиды, Раиды, Петрова, кого-то пригласит. Слушай, наверное, госпожа Банова я уточню. Да? Что вы сказали? Я говорю, уточните этот вопрос у госпожи Губанова. По поводу второй медсестры, которая покончила жизнь самоубийством? Не знаете? Подожди, Мина. А, в чем тут Губанова? Да. Как кому-нибудь вам? А? Как кому-нибудь вам это знать? А, я не знаю, я не вижу связи. Вы видите какую-то связь? Денис, а куда? Молчание, честный ответ. Благодарствую. Хорошо. Давайте лучше в коридоре кто-то. Почему? Потому что... Потому что... Ну, давай запишем. Ну, давай запишем. Ну, ладно. Не согласны на присутствие журналистов? Каких, скажите? На присутствие журналистов я согласен. На присутствие данного лица я не согласен. Он не является журналистом, я так понимаю. С чего вы взяли? Вы можете это доказать? Вам я запрещаю снимать меня сейчас вот на камеру в мою личность и потом использовать это в своих целях и выкладывать куда-то в публичное пространство. Еще раз подтверждаю, запрещаю, так ли как это моя, частная жизнь. Конкретно вам. Вы сейчас в должности адвоката? Нет, такой должности адвоката. Готово? Вы можете не мешать нам работать? Ну, я не мешаю, я стою просто. Ну, я не могу снимать, потому что он обращается в закон. Какой? Я уже попросил не снимать. Какой закон нарушаю? Я не знаю, это соблюдать. Какой закон я нарушаю? Сошлитесь на норму права. Я сильно не... Я еще раз хочу предупредить, если вы конкретно выложите это публичное пространство, я буду применять меры. Какие? Смотрите на нас. Начинаем. Два свидетелей сегодня выступала, они изменили после... Ну, по прошествии года, после их опроса, немного изменилось их показания, более лояльными они стали. Два свидетелей. Что, первое? Два свидетелей. не ваш телефон девочки никто телефон не терял валял валялся вот прям в коридоре валялся как я позвоню заблокировали заблокировали чё делать телефон чей-то не знаете не знаю не бросились до конца коридора бросили снимали оттуда вы кинули оттуда вы кинули краски изменений показаний таких явно чтобы не ушел а какие более адекватные показания которые сейчас были отзвучены или год назад любые показания заявления адекватные как человек заявит показания так он опять дает показания соответственно на него никто влиять наверное не может вы что слышите вы освещаете полный процесс то о количестве свидетелей расскажите пожалуйста Дмитрий сколько заграблено и насколько продолжительный процесс по списку заявлено обвинено в среду возникли здесь ну а в процессе это судебно суда я не вижу его я не вижу его куда ты его кинул вот это не да вот это не да вот это не да а какая секретарь а какая секретарь что твоё что на положи на место что вы имеете право согласно на законодательство пригласить любого человека и ответить который спросил следитья если кому известно что либо по существу уголовного отдела все благодаря вас позвольте секундочку а у вас что телефон некий гражданинка не упокоит действующим под псевдонимом не упокоит Евгений забрал мой телефон и швырнул его вы будете куда-то обращаться по этому вопросу сейчас буду звонить полицию не трогай телефон я тебе запрещаю ты слышишь меня я посмотрел про что он работает не трогай чужое имущество я посмотрел что он работает доказать что он не мог лучше а я тебе запрещаю трогать чужое имущество это твой телефон мой он работает это я считаю 144 статья часть 2 с применением насилия воспрепятствования законной действенности профессиональные журналисты гражданинка будьте добры оставьтесь пожалуйста на месте совершения преступления я сейчас буду сообщать звонить 102 и заявлять о причинении о нападении на журналистов я вас предупредил об уголовной ответственности да да куда мы донали Девушка, а где вы его нашли? Покажите, пожалуйста. Не трогайте, пожалуйста. Вот так у нас работает независимый СМИ. А ты снял это все? Как он трогал? Нет, не этот. А у тебя... В смысле, когда там трогал? Нет, когда он подошел, взял телефон и кинул на пол. Мы снимали синхронно. Не трогайте, пожалуйста. Это улика. Все, благодарю. Да, давай. А, да, вот же камера есть. Камера. Благодарство. Всего хорошего. Всем привет. Сегодня 22 февраля 2023 года, после четвертого заседания, в коридоре суда журналисты брали интервью у адвоката Матвейчук. Я тоже стоял в коридоре. И, не упокоив, выхватил у меня телефон и швырнул в коридор. Телефон пролетел 30 метров. Я посчитал шагами. Вот. Он очень злой был. Что-то произнес, какие-то фразы. В общем, все знают, что я был при исполнении должностных обязанностей журналиста. Соответственно, это все признаки части 2 ст. 144 РК РФ. Это воспрепятствование журналистской деятельности законной. Сейчас буду вызывать полицию, составлять протокол осмотра места происшествия и требовать привлечь якобы журналиста, некого гражданина КАП, действующего под свидетелем не упокоив Евгений, к ответственности, так как в его действиях содержатся признаки части 2, или даже 3, я не помню, с применением насилия либо угрозой применения насилия. То есть я опасался, что он даже нападет на меня. Вот. Сейчас покажу. Так, селфи-палка погнута. Телефон, не знаю, работает или нет. Микрофон тоже отлетел. Микрофон еще надо проверять, работает или нет. Вот такие дела. Что, прям до сюда долетел? Он здесь ударился, а тут почти лапа на ногу. Вот где-то, вот в этом месте он примерно лежал. Здесь. Вот здесь, да? Докатился. Телефон ищите? Телефон ищите? Нашли. Благодарствую. Вот так вот. Да я понял сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, шесть, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, ед逃... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 шагов. Здравствуйте. Вы позвонили в службу 112. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Служба 112, слушаю вас. Представьтесь, пожалуйста. Служба 112, слушаю вас. Фамилия, имя, отчество, звание, должность. Помощник оперативного дежурного. Фамилия? Наталья Викторовна. Наталья Викторовна, а фамилия? Курман Алиева, я же вам сказала. Ага. Примите, пожалуйста, сообщение о совершенном преступлении в отношении журналиста. Говорите, вы кто? Антон Николаевич Булгаков, заместитель главного редактора СМИ. Подождите, Булгаков. Антон Николаевич Булгаков, заместитель главного редактора. Николаевич. Так, зам главного редактора. СМИ, информационное агентство. Информационное агентство. Камчатский регион. А вы вообще звонили в какой регион? Я звоню службу 112, чтобы сообщить о совершенном преступлении и вызвать... Нет, я понимаю, что это Камчатский регион, вот у вас... Нет, я сейчас нахожусь в городе Сургут, улица Просоюзов, здание 37. Сургутский городской суд. Так это информация для кого? Это информация для полиции? Это информация, чтобы вы зарегистрировали сообщение о совершенном преступлении и сообщили мне номер КУСП? Мы не регистрируем это, мы переводим на полицию, это регистрирует полиция. А у нас, если вдруг вам понадобится, идет запись. То есть вы мне не можете, да, номер КУСП сообщить, там номер сообщения... Нет, у нас такого нет, у нас все пишется в программе, оно уходит в архив, но если вам когда понадобится, вы пишите, действительно, заявление на имя директора, он дает распоряжение, и уже служба вот выемку сделает и вам даст. Так, полицию вас соединила, будьте на линии, ожидайте. Благодарствую. Где морозово, слушаю. Алло, меня слышно? Да, слышно. Говорите. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, фамилия, имя, отчество, звание, должность. Старший сержант полиции, я вам представила вас. Это должность, а фамилия, имя, отчество? Мя, отчество. Я достаточно представить вам фамилию, старший сержант полиции Морозова, слушаю. Морозова, да? Да. Слушаю вас. Так, примите, пожалуйста, сообщение о совершенном преступлении. Нет. Говорите. Хорошо, сообщение о том, что было принято, что идти в свое время с вами сотрудники свяжутся до нас. Мне нужен участковый, либо следственная оперативная группа. Я понимаю, сейчас по группе шум. А номер КУСП где получить? На Маяковского 19, либо в... Профсоюзов 37. Сейчас. Профсоюзов 37. Профсоюзов 37. Профсоюзов 37. Да, 2-й отдел полиции. Угу. Там сотрудники каком-то, ее там уже... Добро, жду. Жду на месте совершенного, по моему предположению, преступления. Виновник скрылся с места происшествия. Виновник скрылся с места происшествия. Хорошо, сообщение было принято. Благодарствую, жду. Ну, все забрал. Алло. Алло. Аполлон Николаевич. Слушаю. Здравствуйте, дежурная часть УДН. Никишин. Сообщение передавали? Ну, да. А что случилось там на профсоюзе 37? Я освещал процесс по поводу метеострита, доведения до самоубийства. Слышали, нет? Слышал. Ну, вот. Ага. То есть я буду ждать следственно-оперативную группу, либо участковую для протокола принятия вузского заявления. Хорошо. Благодарствую. Здравствуйте. Вы позвонили в службу 112. Пожалуйста, оставайтесь на линии. 112. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Александр меня зовут. У вас какой вопрос? Фамилия, должность, звание. Нет такого у нас не должность. Я представился. Что у вас случилось? Я слушаю ваш вопрос. Вы отказываетесь представиться? Меня зовут Александр. Ваш вопрос. Фамилия ваша? Прежде всего, скажите, что у вас случилось? Больше часа назад, в 16.16, вам звонил, оставил сообщение о совершенном преступлении. Требовал вызвать полицию, участковую, либо оперативно-следственную группу. До сих пор никого нет. Жду здания суда, сургутского городского суда. Вот видите, вы неправильно звоните. В полицию вас соединю. Сотрудники полиции, вам необходимо, вы в городе Сургуте, правильно вас понимаю? Совершенно верно. Я вас соединил, будьте, пожалуйста, на линии. Благодарство. Не ложите трубку, ожидайте ответа. Абадал Тандаева. Здравствуйте, девушка. Больше часа назад оставил сообщение о совершенном преступлении. Почему не поняла вы? Больше часа назад, в 16.16, примите жалобу. В 16.16 вызвал участкового, либо оперативно-следственную группу. Оставил сообщение о совершенном преступлении. В 16.35 звонили с дежурной части УМВД. Сказали, что сейчас приедут. И вот больше часа прошло, никого нет. Адрес какой у вас? Улица Просоюзов, 37. Сейчас повторно передам ваше сообщение в 2-й отделении полиции, ожидайте. Подождите, подождите, девушка. Оформите как жалобу. Мне нужен официальный ответ на почтовый адрес. Жалобу на что? На бездействие сотрудников полиции. Хорошо, я приняла ваше сообщение. А куда вы направите ответ? Какой ответ? Ну, на жалобу. Вы как жалобу оформили? Ну, я не направляю, я не занимаюсь таким вопросом. Я предпринимаю только сообщение. А какое решение куда направиться, 2-й отделение будет решать. Они перезвонят или как? С вами свяжутся, ожидайте. Благодарствую. Здравствуйте, Вуды, Никиша. Здравствуйте, подскажите, больше часа вызывал оперединовую следственную группу, либо участковую в Сургутский городской суд про Союзов, 37. К вам поехали со 2-го отдела группы? Больше часа прошло, никого нет. Не знаю, я 2-й отдел сказали, направили. Сейчас уточню у них. Примите жалобы, пожалуйста. Сейчас соединю вас. Навигацию, не веду. Здравствуйте, куда я попал? Здравствуйте, в полицию попали. Звание, должность ваше? Сержант полиции Медведев. Помощник оперативного дежурного. Что у вас случилось? Примите жалобы, пожалуйста. Больше часа назад оставлял звонок. Мне звонили с дежурной части ОМВД. Сказали, что выехали. Но больше часа прошло, до сих пор никого нет. Что у вас случилось? Жду на месте происшествия в улице Просоюзов, 37, Сургутский городской суд. По моему мнению, нападение на журналиста. Сейчас, секунду. Так, больше часа мы не знали. Составляли сообщения. Возмущены, что полиция не прибла, да? Да. Звонок 112 был в 16.16. Звонили с дежурной части в 17.35. В 17.35? Да. Так, наверное, не успели доехать там про Почти. Что же? Ну, хорошо, я регистрирую в 17.35. Сказали, что выехали. Это 70 минут, и до сих пор никого нет. Фамилию вашу скажите, пожалуйста. Антон Николаевич Булгаков. Булгаков, да? Антон Николаевич, номер телефона продиктуйте? 66, 77, 44. Находитесь на суде сейчас, да? В здании, в фойе Просоюзов-37, Сургутский городской суд. Угу, отвяжу ваше сообщение. Так, вы Просоюзов-37 находитесь. Ваше сообщение зарегистрировано. Да, то есть, ну, как я указываю, что... Так, заявительность... Ну, сейчас пропишу... Ну, давайте я сейчас то, что написал. Прочитаю вам, чтобы вы были согласны. А кто выехал, не подскажете? Я сейчас не обладаю такой информацией. Оператор 02, то есть принимаю только звонки. То есть, кто выехал, это... Не ко мне. Ну, вам сейчас перезанят сотрудники. Жду, благодарство. Так, получается, как мне прописать это... Оставляй жалобу? Да, жалобу. Ну, получается, в связи с этим заезжал. Больше час назад оставлял сообщение. Возмущены, что полиция не прибыл. Звонок был 16-16 на 112, а потом перезанят 15-15. Сказать, что выехали до сих пор никого нет. Так подойдет? Сейчас скажу точно. 73 минуты прошло. 73 минуты. Так, прописываю. Хорошо. Все, ожидайте. Строники вам сейчас. Ну, и сможете спросить, кто к вам выехал. Добро, благодарю. Вам перезанят. Все, добро. Алло. Слушаю. С полиции, второе дело беспокоя. Слушаю. По поводу сообщения, то, что вы оставляли. А вы кто? Оперополомощный Галактионов. Как? Галактионов. А, слушаю вас. Смотрите, надо будет в отдел полиции вам прибыть для дачи объяснения по факту. Жду на месте совершения правонарушения. По моему предложению преступления нужно зафиксировать, изъять видеозаписи с видеокамер. Еще раз пропали. Я говорю, я жду вас на месте совершения правонарушения. А, для изъятия камер, да, говорите? Видеозаписи с камер, опрос свидетелей и составление схемы. Я хочу, чтобы вы приняли под протокол устное сообщение о совершенном преступлении. Вот смотрите, вы можете просто в отдел полиции приехать, мы хотя бы узнаем, что вообще и как произошло, а потом уже группа будет выезжать на осмотр. Нет, я уже здесь, на месте происшествия. Угу, все вы там, да, значит? Да. Все, понял, хорошо. Подъедете? Ну да. Ну что-то уже в семьдесят восемь минут едете, и все никак не доедете. А в чем, подскажите, воспрепятствование профессиональной деятельности заключается журналиста? Я усматриваю признаки части третьей с применением насилия. Статья 144 указана. С применением насилия? С применением насилия. Либо с рак грузой. Какое насилие? Давайте я вам здесь, на месте, поясню, под протокол принятия устного сообщения. Угу. Ну все, все хорошо, понял. У нас просто, смотрите, я почему же звоню, потому что группы не было до этого, машины на вызовах было. Сейчас подъедут сотрудники. Алло. Я говорю, вы хотя бы отзвонились бы? А, ну вот, просто я вот сообщение увидел, когда сотрудника здесь не было. Ну да, ты понял. Все, понял, тогда ожидать я подъеду к вам. Благодарю. Вы позвонили на телефон доверия МВД России. Вы можете сообщить оператору имеющуюся у вас информацию о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел. В целях исключения коррупционной составляющей и проведения объективной проверки по вашему сообщению наш разговор будет записан. Обращаем внимание, что сообщая сотруднику МВД России свои персональные данные, вы даете согласие на их дальнейшую обработку в соответствии с действующим законодательством. Оператор не предоставляет справочную информацию и не оказывает консультационные услуги. Здравствуйте. Поясняю. Я сейчас сразу предупреждаю, веду аудиопротокол. Значит, представьтесь, пожалуйста. Не, мне удостоверение... Ну, давайте. Так, майор полиции Киев Вердов, Игорь Николаевич. Следователь Маленкин. А? Вы? Следователь Маленкин. Маленкин, отлично. А вы? Антон Николаевич Булгаков, заместитель главного редактора СМИ информационного агентства Камчатский регион. Аккредитованное это агентство? Действующий Роскомнадзор, удостоверение закончилось срок действия 31 декабря, сразу озвучу. Но это, согласно закону СМИ, нужно предоставить либо удостоверение журналиста, либо паспорт и документы, подтверждающие полномочия. Все документы были предоставлены неделю назад в Сургутский городской суд через ГАЗ правосудия. Это свидетельство о регистрации, копия устава, редакционные задания, удостоверение журналиста и приказ об открытии редакционного пункта в городе Сургут и назначение Антона Николаевича Булгакова с руководителем этого редакционного пункта. То есть полномочия все есть. Я здесь присутствовал как журналист. Об этом было заявлено 11 января в ходе первого судебного заседания. Резонансное дело по доведению до самоубийства медицинской сестры в травмцентре. Слышали? Да, да, да. Освещаю этот процесс независимо и объективно. 11 января были предоставлены паспорт и удостоверение журналиста, было написано ходатайство и судья Троеновский допустил удовлетворению ходатайства о допуске всех СМИ, в том числе мою ходатайство, которую я написал. Судебное заседание. Тоже было приложено. Вот. Можете на сайте проверить. ИА, Камчатский регион. Так. Сегодня, после окончания судебного заседания 4-го, примерно в 15.36, я вам как поясняю, я просто хочу... Расскажите суть, чтобы нам понятно было. Просто я хочу под протокол, чтобы вы приняли устное заявление о совершенном преступлении в соответствии со статьей 141 и 144 УПКР. По совету моих правозащитников. Это процессуальный документ, он имеет силу, у меня есть свои решения. В определенном ряде случаев, то есть не можно... Я хочу именно так оформить. Вопросов нет. Сейчас поясню ситуацию, что произошло. Вот. Я действовал как журналист. По окончании судебного заседания сегодня, да, в 15.36, все журналисты, там, трое или четверо, в общем, брали интервью у адвоката обвиняемой. Может, подождем? Спешите. Журналисты начали брать интервью у адвоката обвиняемой, я в том числе начал ввести видеофиксацию. Вот. И сначала адвокат, потом не упокоив Евгений, это, кстати, псевдоним, не упокоив Евгений Николаевич, под ним действует некий гражданинка. Вот. Его данные здесь есть. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. А вы как-то документы оброшли? Конечно. А какой документ показывает? Паспорт. Паспорт? Конечно. Гражданин Ака? Гражданин Ака. Благодарю, что ты. И потом выхватил телефон, вот этот, и с силой, с целью разбития от пол, кинул сильно, и телефон, я потом посчитал шагами, улетел на 30 метров. Отлетел микрофон, который был подсоединен внешний. И, учитывая, что два года назад он, по моему мнению, действовал неправомерно, помните, на штрафстоянке он это, разберу руку, поломал, и якобы ему спину поломали. Он владеет тайским боксом, и я расценил, вот его, учитывая, что он поломал руку, нанося удары два года назад директору штрафстоянки, я вот его сегодняшние действия расценил как реальную угрозу жизни и здоровью. Я ничего не предпринимал, я просто это все зафиксировал, потребовал от него остаться на месте совершения, по моему мнению, преступления, он отказался и покинул здание. Вот так. И вы подзлили в милицию? Да, в полицию. Понятно. Давайте, я хочу задать вам несколько вопросов. Давайте. Вы являетесь журналистом. Да. Допущенным в судебный процесс. Да. Правильно? Да. Неупокоев, он кем является, он и является участником судебного процесса? Да или нет? Я вот не знаю. Он в судебном заседании присутствовал или не присутствовал? Да, присутствовал, в качестве журналиста. То есть он так же, как и вы, журналист? Да. Аккредитованный, нет, какого агентства вы не знаете? Ну, по-моему, ура.ру. Он публикует статьи под этим псевдонимом на сайте urannews.ru. Вы это точно знаете? Что именно он публикует? Ну, там его фото и написано «Непокоев, Евгений». Ага, все, понял. Ну, не просто, я уточняю, потому что я, как второй наблюдатель за журналистской деятельностью, и не посвящен вашей детали, и ни одного особо не знаю. Паспорт еще нужен? Да пока. Ну, мне здесь недалеко. Сейчас объяснение начнем писать, как бы, да. Недалеко. По завершению судебного процесса, правильно? Доседание. Вы вышли все. В коридоры прям вышли. Встали врать интервью. Да. У адвоката обвиняем. Да. Он согласился вам давать интервью? Нет, он запрещал. То есть он был против того, чтобы... Именно я ввел видеофиксацию. А по закону о средствах массовой информации вы имеете против в воле человека брать не в интервью? Согласно Конституции, часть статья 29 и часть 2 статьи 24 КРФ, и согласно закону о СМИ, журналист имеет право собирать информацию любым достойным методом законным. Ну, по-вашему, законный метод, если вам человек возражает против его съемки, но вы продолжаете это делать? Он возражал не только против видеосъемки. То есть я расцениваю это как воспрепятствование законного действия журналиста. Ну, и нарушал мое право на сбор информации. И еще он запрещал... Ну, то есть есть разные понятия. Видеофиксация, да, сбор информации. А есть отдельное действие размещения этой информации в интернете. То есть он мне запрещал и видеофиксацию, да, то есть воспрепятствовав законного действия журналиста, и запрещал размещать эту информацию в интернете. При том, что сам является адвокатом и сам размещает эту... Да, он интервью давал именно как адвокат по делу, как официальное лицо. Адвокат обвиняем. Да. Ну, давайте я хочу вам разъяснить, что деятельность адвокатов, она не публична. Вот деятельность моя, как сотрудника правительственных органов, она публична. Я не могу вам запретить вести видео, фиксацию, аудиофиксацию. Вы можете это делать. Но адвокат не подпадает под категорию лиц, в отношении которых вы можете это делать. Вам это ясно? Смысл понимаете, что я говорю? Я понимаю, но я не, как вам сказать, я же противоправных действий не совершал при этом. Вопросов нет, но вы стали снимать на видео, я правильно понимаю? Велось аудио, видео, фиксация. То есть, я понимаю, вы вклинились в интервью адвоката и... Не вклинился, я снимал коридор. Я вообще направил камеру на неупокоиво. Нет, ну вы говорите, что вы брали интервью адвоката. Не я брал, журналисты брали, я просто присутствовал рядом. Ну, в кадр подали все участвующие лица? Или только тот, кто давал интервью другому человеку? В тот момент, когда не упокоив, перед тем, как выхватить телефон и кинуть его, камера была направлена именно в сторону коридора. Адвокат в кадры не попадал. А, до этого момента? Я не знаю, может, и попал. Ну, у вас ведь есть видеозапись, вы ее просматривали? Что снимали? Не помню. Нужно пересмотреть. А что, это имеет значение? Нет, просто как я это вижу со стороны. То есть, один журналист берет интервью по согласию адвоката, ну, правильно понимаю? Так разворачивается ситуация. В этот момент другой журналист пытается вклиниться в этот процесс и каким-то образом помешать их деятельности. Это какое-то противоправное действие? Я не понимаю, к чему вы клоните? Я уточняю, я ни к чему не клоню. Ну, просто у меня не было на месте на этом. И я хочу выяснить все обстоятельства, что, прежде сейчас, человек же не может просто так с пустого места, что называется, взять и ваш телефон там бросить. А он имеет на это право? Не имеет. Ну вот. Он не имеет. Я не выгораживаю никого. Я пытаюсь рассмотреть вопрос со всех сторон. Ну, ситуацию не просто, а вот эту ситуацию, которая правда, с вами. Я предлагаю вообще, я ходатайствую пока устно, я еще письменно буду писать ходатайство. Я хочу, чтобы вы изъяли видеозаписи с камер наблюдения, потому что эти действия происходили как раз под камерой, которая вверху на потолке находится. Вот та статья, которую вы заявили, часть 3-й, 144-й. Ну, я усматриваю признаки этой статьи. Вопросов нет. Ну, это подследственная, следователь следственного комитета. То есть, мы сейчас, ну, вот, на горячем, ну, нечего рассудка, возьмем от вас объяснение. Не-не-не, протокол принятия устного заявления о совершенном преступлении. А потом уже по подследственности следственного комитета. Вопросов нет. Вы объяснение отказываетесь давать? Нет. По вашему сообщению? Ну, объяснения даются на что-то, на заявление. На ваши сообщения. Зарегистрировано сообщение в вашу дежурную часть комитета отдела полиции. Хорошо, не вопрос. Ну, то есть, вы же понимаете, что ваши сообщения, они фиксируются и регистрируются. Не вопрос. Не вопрос. Но я хочу сначала дать, чтобы вы оформили протокол принятия устного заявления о совершенном преступлении. Да, вопрос это нет. А потом можно объяснение. Мы его оформить-то оформим. Просто у нас нет возможности его сейчас зарегистрировать, потому что этим занимается дежурная часть. У вас есть телефон, у вас есть рация, вы можете зарезервировать номер и сообщить мне. Нет, процесс так не организован. Процесс организован так, что мы принесем дежурному рапорт о протоколе принятия у вас устного заявления о преступлении. И он его на месте зарегистрирует и отдаст его. Мы его приобщем к этому сообщение. А как мне потом узнать этот номер КУСП, получить талонное уведомление? Это вы только на месте можете прийти и получить умышленное заявление. А где вы будете регистрировать? Второй отдел полиции. Отдел полиции номер 2. Ну, то есть на месте давайте сначала оформим протокол, потом я от вас потребую сообщить номер КУСП. Вы мне можете отказать устно, можете отказать письменно. Это не то, ничего не протоколы. Мы же на вашей стороне. Ваши права нарушены. Мы ехали больше двух часов. У нас оврал сегодня. Я все понимаю, но я усматриваю нарушение статьи 13 закона о полиции. По поводу наших детств вы можете жаловаться. Во всей инстанции вы знаете, наверное, куда там писать. Поэтому вопросов нет. Сейчас мы разбираемся, как ответить на вашей ситуации. Поэтому давайте. Вы сейчас, если отказываетесь, давать объяснение. Я не отказываюсь, я вам еще раз повторяю. Нет, без принятия у вас устного сообщения о преступлении. Правильно я понимаю? Только после этого вы будете давать объяснение. А какая разница? Есть разница? Нет, ну вы сами только что на этом анкетировали внимание, сказав, что объяснение будете давать после того, как мы зарегистрируем сообщение. Правильно? Нет, после принятия, то есть мы сейчас оформим протокол принятия устного заявления о совершенном преступлении, а потом я вам тут же здесь на месте, я еще не решил. Возможно, да, мне объяснение? Нет, вы решайте. Вы поймите, что протокол принятия устного сообщения, ну, заявления вашего, мы его сейчас вот ставим на бумаге. Вот, пожалуйста. Но... А этот бланк... Он в любом случае будет оформлен бумажным... Подождите, у вас должен быть прямо называется протокол принятия устного заявления о совершенном преступлении. У вас есть такой бланк? Вам это кто сказал? Я это знаю. Приказ, по-моему, 703-6. Это о порядке приема? Да, пункт назвать вам? Нет, пункт надо, я приказ это знаю. Ну вот. Просто согласно этому приказу, это действие сотрудников по получению сообщений в дежурную часть. Сейчас, секунду. Ну, у вас с собой есть такой бланк? Конечно, все есть. Все найдется. Алло. Да. Слушай, приехала полиция, хотят, чтобы дал объяснение. Я говорю, нет, сначала протокол принес. Нет. Я вы заявление, причем-то объясните. Я что, преступник, я что, виновный, чтобы не объяснить? С кем консультировать? Во-вторых, это... Мой правозащитник. ...смотрена обязаловка. Это рекомендательного характера несет документ. Я в праве не отказываюсь, а в праве на основании второй статьи Конституции не давать объяснения. А вот заявление о преступлении устное в рамках первой части 144-й статьи и первой и третьей части 141-й статьи, они обязаны принять. Ну, в общем, мне тут предлагают какой-то неизвестный бланк. Это предложение, но не расскажи, мое право не принять ваше предложение, не отказаться, а не принять его в рамках второй статьи Конституции. Вы пишите устные заявления о преступлениях, оформляйте протокол, отказывайтесь, так и дави на них. Вы отказываетесь, фиксируя это, аудио, видео, отказываетесь. Если вы отказываетесь, значит, я буду вызывать другой наряд по людям. В любом случае будет написано заявление о преступлении уже на этих сотрудников. Во-первых, перепиши, кто отказался, фамилия, имя, отчество, звание, должность его, кто конкретно отказывается. Так, подожди, получается, сейчас оформим протокол, они уже сказали, что у них есть этот бланк протокола, принятие устного заявления, а потом объяснение давать, нет? Нет, не надо, не нужно, объяснительно вообще свое, как бы это, ну, ты вправе его не давать. Это необязательный документ, который ты должен оформлять. Ясно, все, давай. Давай. Вот, я обращаю ваше внимание, консультант, чтобы вы просто понимали, не со слов там какого-нибудь правозащитника вашего, а закон, что он говорит. 141 статья уголовно-профессуального кодекса. Это закон, который рекомендирует деятельность. Я в курсе, в курсе. Я вам разъясняю. Вот, я вам акцентирую внимание на части 3 этой статьи. Заносится протокол. Заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим заявление, понимаете? Ну. То есть, мы все равно должны будем ставить его на бумаге. Ну, я об этом вам и говорю, давайте ставим протокол на бумаге, принятие устного заявления. Ну, вам надо будет его подписать и оставить свои данные там. Не вопрос. А в чем проблема? Не, я вам разъясняю, просто вы так преподносите информацию, что вы ничего подписывать не будете. Объяснение давать не будете. Подождите, когда я такого говорил? Ну, мне показалось, вы подводите нас к этой мысли. Вам показалось? Ну, да. Вам показалось? Спасибо, что разъяснили теперь. Все, вопросов нет. Сейчас у вас электропонамочина примет заявление. Вам тоже показалось? А, у нас что? Ну, вы слышали? Я отказывался когда-нибудь, нет? От объяснения. Подписывать документы. Про объяснение пока не шло. Нет, я не отказывался. О том, что вы хотите оформить подачу заявлений через протокол. Сначала протокол, я сказал. А потом, возможно, я... А потом вы созвонились в правозащиту. Составь протокол на листе. Подписывайтесь, а то свои составят. Подождите, а вы напомните свою фамилию? Немаленкин. А у вас удостоверение есть какое-нибудь? Да, конечно. Так, капитан юстиции Маленкин Александр Сергеевич. Благодарствую. А вам я в свое время показываю. Показывали. Майор полиции Кибердов Игорь Николаевич. Совершенно верно. Я хочу другой вопрос задать. Перебивайте. Номер нагрудного знака можете предупредить? У нас нет нагрудного знака. Мы не наружные наряды. Вы не защищаете общественный порядок? Мы нет. Хорошо. Так, ну все, давайте протокол. Чтобы защищать это как? Охраняем. Выбрать не защищать общественный порядок. В любом случае наши деятельности предусматривают то, что мы обязаны защищать общественный порядок. Да, да. Вас так вы, наверное, попросим. Дело в том, что мы не являемся наружными службами, которые несут патрулирование. Я просто на сколько... И в связи с этим, то есть с недавнего времени для внутренних служб следствия, дознания оперуполномоченных, то есть нагрудные знаки, они исключены. А каким приказом? Не помните? Это не в ход. Насколько я помню, я поясню, почему я так сказал. Насколько я помню, в закон о полиции... Нет, раньше было такое. Да. При осуществлении деятельности по охране общественного правопорядка обязаны носить нагрудный знак. Ну, мы в составе следственная оперативная группа. А, вы вдвоем... Это оперативно-следственная группа? Я просто первый раз... Оперативно-следственная группа... Вот вам, пожалуйста, оперативно-следователь. Следственная, оперативная, вместе мы, группа. Все, отлично. Два человека уже... Рад познакомиться. Да, конечно. Все, вот тут... Насеркни, займи, напиши, протокол принятия... Не-не-не, должен быть этот, отдельный бланк. Мы сказали, у вас есть бланк. Ну, мы с рукой напишем тогда. Нет, там определенные требования к бланку. Не вправду. Слушай, ну, как оказалось, бланка протокола нету. Есть просто какое-то заявление неустановленного образа. Подожди, 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 Анатолий, дослушай, пожалуйста. Предлагают зачеркнуть слово заявление, написать протокол. Я говорю, мне нужен определенный бланк. Нет, это был бланк, соответственный путь. Это и косяк. Ну, звоню 102, оставляешь жалобу? Да, оставляешь жалобу. И в любом случае, едешь с ними в отделение полиции, и пишешь, там заявление, у них должно... Ну, да, в отделении-то у них есть заявление о преступлении бланки. Ну, протокол. Добро. В любом случае, они не должны, это нарушение 12-й статьи, 13-й, по-моему. Ну, тебе надо их почитать, короче, какие пункты. А ты не помнишь норму права, согласно которой 736-й приказ или еще что-то, согласно которому у них должен быть бланк заявления, протокол принятие обстановления о преступлении? Ну, президент Путин сказал, что вы всем обеспечены. По факту мы сейчас объясняем, что бланка нет. Ну, подождите, смотрите, давайте начнем с того, что бланк такая вещь. Может заканчиваться. Может, может заканчиваться. Ну, просто со слов следователя, я же спросил конкретно. А, ну, вам опять показалось? Нет, просто я сейчас тоже в данный момент смотрю. Некоторые бланки в данный момент закончились. Отлично, что делать бы? Можете приехать с нами в отделение? Я сейчас так и сделаю, только я сначала вынужден наставить жалобу на ваши действия. Пожалуйста, пожалуйста, действия. Все, Анатолий, давай сейчас жалобу оставлю. Бланк и... И потом я поеду в отдел полиции. Обычное заявление о совершенном преступлении. А обычное заявление вы отказываетесь, правильно понимаю? Ну, обычное заявление, письменно, формирую. Собственно-наручное. Собственно-наручное. Нет, не отказываюсь. Так пишите, вот он. Я хочу, чтобы вы приняли... Вы что, празднесты, я просто не понимаю? Вы давно следователем работаете? Ну, достаточно. Сколько времени, примерно? Ну, мы сейчас не обсуждаем мою конфетенцию, я просто не понимаю. Ну, я вот как раз хочу и убедиться в вашей компетентности. Ну, раз я при погонах, то государство доверяет мне тут должность. Ну, данные бланки закончились. Я могу назвать это доверие методом отвода письменным. А как, мне отойдете, что даже нет внимательного ничего. Ну, как, я усматриваю множество противоречий в ваших словах и действиях. Ладно, оставьте жалобу за на свое. Проезжайте в отдел, там оставим привод у вас за удлинение. Мы с вами поедем? Ну, мы сейчас другой будет. Сейчас на следующие преступления. А, на другой? Мне придется самому доехать в отдел полиции номер 2. По территориальности только здесь или я могу в отдел полиции номер 3? Ну, смотрите. По территориальности это находится здесь. Это территориальности второго отдела полиции. Даже если по городу сургут. Поэтому целесообразнее было бы оставить это все там. Ну, понятно. Но все равно у меня есть право в отделе полиции номер 3. Они просто нам передадут. Они передадут по территориальности. Там день-два. Ну, да. Процессуальные сроки потеряются? Нет. В течение трех дней. Обязано принять решение. Дело в том, что ваше сообщение изначально зафиксировано, зарегистрировано. В ВД России по городу Сургут в связи с чем на прибыли. Напомните фамилию. Ки-Вер-До. Мой номер. Капитан, да? У меня, в принципе, все. Я очень сожалею. Может быть, вы оставите нам объяснение по случившемуся? Что мы сейчас зафиксировали на горячую? Это приобщим к материалу, к вашему сообщению. Нам-то материал надо собрать, где будет отражено обстоятельство. Вот то, что вы нам рассказали. Потому что все равно, если вы даже вкусные, оставите сообщение. В третьем там наделе или в первом, не важно. Их передают нам для приобщения вот к этому материалу. К вашему первому сообщению. Я в курсе. Объяснение вы будете давать сейчас или нет? Сошлитесь на норму права, согласно которой я обязан. И, да, именно обязан давать объяснение по телефонному звонку. По вашему сообщению? Да. Да вы мне как-то что-то обязан. Вы вправе? Вы хотите этим правом воспользоваться или нет? На данный момент нет. Хорошо. Когда вы будете готовы дать объяснение? Я не знаю. Вы нас ставите в такое интересное положение. Смотрите, вот вы сделали сообщение. Да. Сказали, что вот тут... Я от него не отказываюсь. Я же вам сказал, я сейчас поеду. Мы вам говорим, давайте мы на бумаге записируем ваши показания. Объяснение. Объяснение дается на, как вам сказать, для любого действия должно быть законное основание. Правильно? Основание это ваше сообщение нам. Нет, это не нормативный правовой базы. Я вас спрашиваю, нормативную правовую базу. Вы что, вы хотите? Ваше сообщение, правильно? Вы сообщили правоохранительным органам о преступлении, как вы думаете? О признаках состава преступления в действиях неустановленного лица. Вы об этом сообщили нам? Да. Вы не отказываете сообщение. Мы зарегистрировали ваше сообщение. Я все понимаю. Но сообщите мне норму правов, в соответствии с которой я обязан давать объяснение. Вы не обязаны, я же говорю, это ваше право. Это мое право. Так как и ваше право дать показания, как свидетели. Так же, как ваше право дать показания, как... Вы можете не давать эти показания в будущем. Ну, понимаете, это... Вас кто-нибудь может заставить... Я вам поясню порядок. Антон Николаевич, я думаю, вы заинтересованы. То есть, в том, чтобы установить истину по данному делу. Не столько истину, сколько привлечь к ответственности. Тем более, привлечь к ответственности. Установлено законом. То лицо, которое совершило в отношении вас противоправные действия. По моему предположению. Да, по вашему предположению. Для того, чтобы нам объективно оценить, то есть, какие именно противоправные действия, усматривать свой действик. Нам надо хотя бы это не фиксировать. Поэтому мы предложили написать объяснение на бланке, где бы вы изложили произошедшее. Я вас услышал. Пожалуйста, выслушайте меня. Вы сказали, что это право. Я вам ответил, что на данный момент я... Вы не желаете воспользоваться этим правом. Не желаю воспользоваться этим правом. Я, возможно, будущим, возможно, сегодня, после составления протокола о принятии областного заявления о совершенном преступлении, возможно, этим правом воспользуюсь. Ну, хорошо, тогда... Я обратил другое дело в полицию, я правильно понимаю? Возможно, я сейчас проконсультируюсь. Там дадите объяснение, чтобы нам его прислали. Ну, я же вам поясню. Не, я уточняю. Я вам еще раз... Ну, все хорошо. Не знаю, четвертый, может, пятый раз повторяю. Ладно, хорошо. Возможно, я воспользуюсь этим правом сегодня. Нет, нет. Вы неправильно трактуете. Я не отказываюсь. Воспользоваться правом. Я на данный момент не хочу воспользоваться этим правом. Но я не отказался от объяснения. Хорошо, вы не желаете воспользоваться правой, правильно? Я хочу позже воспользоваться своим правом. Желаете воспользоваться вашим правом позже? Да, после составления протокола... Именно устного сообщения, правильно? Протокола принятия устного заявления в совершенном преступлении. Хорошо. Ну, в таком случае мы... Что тут может быть делать? Вы отказываете дать объяснение? Нет, не отказываюсь. Как бы... Я хочу позже воспользоваться своим правом. Мы вам предлагаем проехать в отдел полиции номер 2, для того, чтобы там провести с вами все... Антон Николаевич, написать собственноручное заявление о совершенном в отношении вас противоправном деянии страны неустановленных лиц вы отказываетесь? Нет. Ну давайте тогда... Подождите, я хочу другой документ оформить, именно протокол. Нет, подождите, я сейчас спросил именно путем написания собственноручного заявления. Я вас услышал о том, что вы хотите подать устное заявление о совершении вас противоправного деяния, чтобы это было оформлено через протокол устного заявления. Я вам задал вопрос, желаете ли вы сообщить о совершенном в отношении вас преступлении путем написания собственноручного заявления на установленном бланке? Я хочу воспользоваться другим правом. Каким? В соответствии с частью 3 статиста 141 УПК, чтобы был составлен протокол принятия устного заявления о совершенном преступлении. Хорошо. Он будет составлен. В отдел проедем с нами. Ну, не с нами, а... Ну, давайте, доедем. Вы в отдел, вы же сказали, вы заняты. Ну, давай, давай. Чтобы вас не обременять уже такими, знаете, там... Доедем, подойдите заявление в устной форме, которое будет оформлено соответствующим протоколом. Ну, то есть едем. Ну, что делать, там подождите. Просто процесс-то громкий, и раз на журналистов нападают, по моему мнению... Ну, да. А, возьму, кто звонит? Вывод Алтон Баева. Здравствуйте, девушка. Примите, пожалуйста, жалобу. Говорите. Значит, вы вызвал оперативно-следственную группу. Приехали... Приехала оперативно-следственная группа в составе капитан... Сейчас, секунду, это плохо видно. Да, капитан Маленкин, следователь. Угу. И Кивердов, майор... Кивердов, да? Кивердов, майор полиции. Вот. Как оказалось, у них не оказалось с собой бланков, установленной формы, формы протоколов принятия устного заявления о совершенном преступлении. Как оказалось, не оказалось бланков? Протокол принятия устного заявления. Угу. Что еще? О совершенном преступлении. О совершенном преступлении? О совершенном преступлении. Угу. Вот. И я вынужден проехать вместе с ними в отдел полиции номер 2 для оформления именно устного заявления под протокол в соответствии с частью 3 статьи 141 УПК РФ. Так, частью 3? Какой? Часть 3 статья 141. Фамилия, имя, отчество? У ПК РФ. Я в их действиях усматриваю признаки нарушения закона статья 13. ФЗ номер 3, по-моему, закона полиции. Пункт какой? Статья 13. Я не помню пункт, по-моему, полностью она там. Фамилия, имя, отчество ваше? Антон Николаевич Булугаков. Место происшествия? Какой? Улица Просоюзов 37, Сургутский городской суд. Сообщение ваше принято. И можете добавить, что они ехали свыше двух часов, а жалоба по этому поводу была оставлена. Вам же. Сообщение ваше принято. А номер сообщения, жалобы? Это сообщение через 5 минут, через 10-5 минут. А по предыдущей жалобе сообщите номер? 39, 60. 39, 60, да? Второй номер. Подождите, первый какой? 39, 60? 39, 60, да. А второй? 39, 61. Благодарствую. Пожалуйста. Но приключения на этом не закончились. В отделе полиции номер 2 были выявлены нарушения при составлении протокола принятия заявления о преступлении, некий бланк 2. Первое. Никем и ничем не утвержденная форма протокола. Второе. Пытались снять копию с паспорта. Не получилось. Третье. Не указали адрес составления протокола. Пришлось указать на это. Добавили, написали. Четвертое. Не указали номер моего телефона. Указал, дописали. Пятое. Отказывались писать на оборотной стороне. Пришлось через начальство получить добро. Шестое. Отказывались приложить дополнительный лист. Не понадобился, потому что разрешили на обратной стороне писать. Седьмое. Отказывались выдать копию и запрещали фотографировать. Опять через начальство все решили. Разрешили сфоткать. Восьмое. Отказывались дописать надпись на лицевой стороне. Продолжение на обороте. Написали специально внизу, чтобы при, допустим, к серокопировании или сканировании документа эта надпись не влезла. Потребовалось, чтобы написали прям под строчкой последней на лицевой стороне. По центру. Девятое. Отказывались поставить подпись и должность на обратной стороне. Поставили. Десятое. Пытались принудить дать объяснение. Воспользовался правом выбора. Слушай, просит дать объяснение. То есть протокол составили, я сфоткал, все нормально. Просит дать объяснение. Скажи, что я вправе его не давать. Это мое право. Вторая статья Конституции. Это необязательно. Если вы меня принуждаете, то пусть предоставят норму закону, на основании которого я обязан писать заявление. Это я все понял. Ты советуешь не воспользоваться своим правом. Что-что? Ты советуешь не воспользоваться своим правом. Правильно? В смысле? Наоборот, воспользоваться. Ну, воспользоваться правом не давать объяснение. Да, 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 да. Это твое право. Стараюсь стать я Конституцией. Все. Был получен талон уведомления с печатью, росписью, с номером КУСП. Благодарствую.